Итак, доброго времени суток, дорогие друзья, сегодня у нас срочное включение, поскольку пришли новые товарчики от DJI, а именно нововышедший новомодный DJI Mike Mini. И в двух вариациях я себе взял помимо базовой версии, полной версии, еще вот такую вот беленькую соло-версию, то есть без трансмиттера, только передатчик и вот с такой вот базой идет. Есть в черном цвете, есть в белом цвете. В белом цвете можно взять только вот такую вот версию, именно соло. Можно докупить как третьей петличкой и также можно докупить ее к вашей камере DJI, будь то Pocket 3, Action 4 или же Action 5, которая у меня также имеется. Это очень классное и главное бюджетное решение, поскольку вот такая вот петличка стоит не очень дорого, она стоит буквально там 59 баксов и это не так уж и много по сравнению с базовой версией Mike 2, которая у меня тоже есть, но она слишком громоздкая. Сразу скажу, записей и тестов в этом видео не будет, но в дальнейшем мы это обязательно провернем, особенно будет понятно, когда я буду снимать на экшн-камеру в будущем. Начнем, пожалуй, с соло-версии, поскольку если у вас какая-нибудь из камер DJI, то вот такой вот вариант в принципе вас устроит, больше вам ничего приобретать не придется. Внутри в коробке у нас мешок и документация, также поступает вот в таком вот мешочке транспортировочном, в котором у нас уже все распихано, то есть тут у нас две разные ветрозащиты, кабелечек Type-A на Type-C, это вот силикогель мешочек от влаги, база для зарядки необязательная, но классная штука, которая идет только в таких вот соло-вариантах. В полном варианте базы нет, поскольку здесь есть чехол, ну то есть если вы захотите себе базу, то придется вот брать еще дополнительно либо соло, ну, наверное, вам и не понадобится, если у вас есть чехол для зарядки. Такая вот магнитная база, не знаю для чего надо, но я знаю, что, наверное, можно подключить подобным образом петличку к компьютеру по проводу, скорее всего, я так предполагаю. Сразу говорю, брал на собственные, за собственные деньги для себя, для своей камеры, поэтому это непроплаченный обзор. Да, и да и кому он нужен. Да, такой вот магнитик, возьмем, к примеру, Mic 2, Mic 1 у меня, к сожалению, уже нет, да вот они магнитики, можно, в принципе, использовать с этой, но бывало часто, что вот эта петличка могла и отлететь. А тут у нас достаточно сильный магнит, классно, она маленькая, напоминает мне ларки маленькие, вот эти круглые которые. Классно, потому что, в принципе, главная, наверное, фича второй и первой основной версии DJI Mic'ов это встроенная запись в себя, то есть можно safety канал писать. В этих петличках такого нет, если вам это не нужно, то, наверное, стоит взять, благо они стоят дешевле. То есть вот эта вот одна петличка отдельно, без ничего, стоит в два раза дороже, чем вот эта вот петличка без ничего. При этом она миниатюрная и, то есть, на одежде будет держаться как надо. И вот она база магнитная, таким вот образом можно будет, наверное, заряжать. Ну и с белой версии у нас идут две такие ветрозащиты, разные, дедкеты, наверное, поменьше и побольше. Это у нас стандартная, похожая на вот эту вот микушку, наверное, от большего ветра. И у нас вот такая вот белая. Белая, ну, потому что это белая петля, поэтому и белая ветрозащита. В обратную сторону, да. Так вот это все крепится. А на черной, скорее всего, будет черный ирокез. 59 баксов. Есть вариант с сендером, или как он правильно называется? Приемником, короче, с таким вот приемником. Так, тут у нас полиэтиленка. Вариация с приемником, то есть, одна петля с приемником, это соло классический вариант. Раньше в первых ревизиях была либо максимальная, либо соло. Во второй версии сделали так, чтобы была версия полная, с приемником и простая версия, сама петличка, сам зендер. То есть, просто петлю можешь взять к своей экшн-камере, как я и сделал, и все. Комплект уже с наклейками. То есть, для тебе нужны наклейки, нужно будет брать максимальную версию. Конечно, это не самое главное. Напоминаю, они у нас недорогие. То есть, даже вот эта вот версия максимальная стоит дешевле, чем соло-версия DJI Mic 2 с приемником. В котором будет тупо сумочка, петличка и приемник. То есть, стандартная соло-версия. Открываем. Внутри у нас встречают дедкеты, кабель, силикон, мешочек силикон-гелью. Сумочки, соответственно, отличаются по размеру. То есть, это вот от базовой соло, это вот от максимальной. Скроем. То есть, скорее всего, конечно, лучше брать эту версию. Скажу. Она стоит чуть дороже, чем юландевские вот эти вот петлички. Но, правда, они могли писать в себя. Для меня же эти петлички практичны тем, что они будут подсоединяться к Покету третьему. Сейчас мы пишем на динамический микрофон, подключенный к Покету третьему. А если ты вот используешь сетап экшн-камеры, то не всегда удобно брать вот эту вот такую большую петличку с собой. Если у тебя ее нет, и ты не планируешь писать в себя, то, в принципе, можно взять вот эту вот маленькую. Ее всюду можно будет взять с собой. И магнит, кстати, у нее сильный. Нет, не крепится. Тестировать все это будем позже. Надо нас будет самому протестировать. Сейчас я только посылку с почты забрал. Так, открываем. Ну, да, выглядят они как мини-версия вторых. То есть, тот же бокс, тот же кейс зарядный. Вот они, черные петли. И вот она белая. То есть, белую версию можно взять только в вариации соло. И они, кстати, отличаются. Не знаю почему, но черная версия как будто бы побогаче. Тут у нас DJI просто написан. Тут она у нас таким вот железом выбита. Они вроде бы гарантировали, что... Ну, вот как у них написано, что они по 10 грамм весят. Сниму Dead Cat, если получится. Вот, по ощущениям, как будто черная чуть-чуть тяжелее. Может быть, белая 9 грамм весит. Весов, к сожалению, под рукой нет. Но тут вот у нас как будто бы... Нет, пластиковая. Пластиковая надпись DJI выпуклая. А здесь у нас просто надпись DJI, которая не привлекает внимания. Магнистики, кстати, тоже разного цвета. Тут у нас такой вот черный винчестер. Черно-серый винчестер. Тут у нас такой вот серый металлик. Что у нас под заглушкой? Под заглушкой у нас место для дополнительного переходника. Type-C не идет в комплекте. Type-C нужно приобретать отдельно. Теперь это эксклюзив. Для предыдущих версий iPhone. Таких, как 14-я версия. Экранчика тут нет, как видишь. Есть крутилка, гейна. Усиление, то есть нулевое. Минус 6, минус 12 и также плюс 6 и плюс 12 дБ соответственно. Это у нас вот такая вот защепка, прищепка. К сожалению, как холодный башмак она не используется. Но да, вот эта вот штука у нас снимается. Да, и вот таким вот образом вставляется. У меня была первая ревизия. И она даже легче, чем первая ревизия получается. То есть можно использовать со смартфоном, вставлять, использовать. То есть если ты, допустим, берешь среднюю версию, это соло с приемником. То есть таким образом ты можешь использовать со смартфоном. Но если нужна пара, то можешь взять и пару. Да, помещается в чехол с переходником. Не знаю, как во второй версии было. Но тут вот так. Вот эту вот заглушку можно убрать сюда. И также тут есть наверху место. В отличие от петличек второй ревизии. Ну то есть DJI Mic 2. Теперь можно сюда засунуть... Тут есть место под кабель. Получается, наверное, небольшой. Но этот, наверное, слишком большой будет. Вот, кстати, черные дедкеты. Пушистые. Это вот простые, которые. И это вот более как будто отличаются. Просто брал в разных местах. Белую версию я заказал прямиком на DJI сайте. Поэтому такие вот дела. Да, классная вещь, что в отличие вот от второй или первой ревизии DJI Mic'ов. В мини-версии можно их закрывать вместе с ветрозащитой. И засунуть сюда еще и кабель можно. Классно. Да. Тут новые фичи, которых нет в Mic'е втором. В приложении есть шумоподавление двух вариаций. То есть стандартное и усиленное шумоподавление. И подобные еще разные, различные другие фичи. Главное для меня это то, что вот эти петлички подключаются нативно к камерам DJI. И звук у них такой же, как и у Mic'e 2. То есть если... Ну, стандартный звук. Хороший. Возможно, он будет отличаться от ларков. Есть в ларке эти такие кругляшки. Но зато, ну как бы зато, в моем случае ларки неприемлемы. Поскольку сюда прямиком ларки подключить нельзя. Нужно будет отсоединять. То есть сюда вставляется, наверное, приемник. И таким образом можно будет только записывать. Как-то так. Дальнейшие тесты мы будем проводить позже. Это у нас была распаковка и первый взгляд на новинку от DJI. Поэтому, да, оставайся со мной на канале и узнаешь подробности. Если есть какие-то вопросы, кстати, да, AUX, кабель там тоже был. Если есть какие-то вопросы по этим петличкам, пиши в комментариях. Я буду их тестировать. А с тобой, как всегда, был Бен. Желаю тебе всего хорошего и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok